Кроме болезней, на ранних всходах у нас появился новый объект для контроля, объект, который никто, ни один из агрономов не хочет видеть на полях, если раз с ним повстречался, это ростковая муха. Ростковая муха, которая последние три года просто выкашивает отдельные поля, а докуда, если не долетает, то очень сильно подъедает густоту. Вредитель зимует у нас в пупарях, в таких, кажется, кубышках на глубине 10 сантиметров, и как раз, и что это говорит, что зимы стали теплее, он стал перезимовывать, и глубина 10 сантиметров, то есть если там применяются какие-то поверхностные обработки почвы, спокойно эта кубышка, грубо говоря, не закапывается глубоко, муха весной просыпается, да, для наступления температуры плюс 8, да, из леченьки, из кубышки этой из пупаря вылазит уже взрослая особь и вылетает. Лед растянутый, и если раньше казалось, что там пораждают только поздние пассивы, потом кто-то начал говорить, что ранние пассивы. Лед растянутый, лед настолько растянутый, что популяции постоянно-постоянно вылетают, и летит достаточно на большие расстояния, если за последние, да, ну, скажем так, больше, возможно, европейские, да, часть вредителя, потому что очень много поступлений, сообщений приходит именно с европейской части, да, это и Белгород, Курск, Воронеж, даже добралась она и до Тамбовской области, что вылетает муха, летит, повреждает, муха откладывает яйца на влажные кусочки почвы, если тут, да, написано, что если произойдет иссушение или резкий скачок температуры, и личинка, вылупившаяся из яйца, не успеет найти, говорится, растение хозяина, то они погибают, но смысл в том, что чем влажнее почва, да, например, или те, кто вносит навоз, там, больше, говорится, меньше температура почвы, да, это привлекает муху, да, все мухи любят навоз, она откладывает вот этот прохладное, влажное, скажем, мульчу, да, и ждет эта личинка, как только будет пробиваться молодое растение сои, да, именно из-под земли на всходах, то есть эта личинка будет заражать молодые всходы под землей до того момента, пока, как говорится, не выйдет наружу, то есть если мы быстро получаем сходы, вред от этого, как говорится, вредителя становится меньше, даже если он присутствовал на всходах. Чем дольше у нас растение, говорится, находится под землей, тем дольше времени, грубо говоря, ее будет есть эта личинка. Личинка выедает, как, да, и семидоли сами, и подсемидольное колено, и на самом деле, ну, это страшно выглядит, да, но если точка роста у вас будет не тронута, соя, есть шанс, что она нормально дальше будет расти. Но если растение погибает, да, дотрагивается, да, выедая точку роста, то, естественно, появляется там искривление, и никакого потенциала с этой соей уже не взять. Поэтому, если будьте внимательны, да, и контролируйте, смотря. Очень важно, почему ее многие не видят, да, никто ее на моменте всходов, до появления всходов не раскапывает метровочки, да, и не смотрит, сколько у них все-таки растений зеленых, да, а сколько не взошло, и как раз-таки завредители. Очень легко диагностируется, да, вам ни с чем не спутаешь вот такие симптомы, которые, если это вы откопаете рядочек перед появлением всходов, вы очень можете часто наблюдать такую картину. И это как раз-таки росткова муха, и проблема нарастает, и здесь контроль там какими-то, не знаю, фолиарными инсектицидами просто невозможен. Продолжение следует...